Дорогие коллеги, все мы с вами теперь живем в новой реальности, которая была введена законом 476 ФЗС до конца 2019 года. Еще в прошлом сентябре ни одного удостоверяющего центра не получили подтверждение соответствия новому законодательству. В настоящее время у нас уже есть по крайней мере 24 удостоверяющих центра, которые аккредитованы на соответствие этим новым требованиям. И только они, помимо удостоверяющих центров Банка России, ФНС и казначейства, обладают правом выдачи новых сертификатов. Обращаю внимание, что удостоверяющие центры, аккредитация которых была получена до 1 июля 2020 года, уже утратили право выдачи новых сертификатов с 1 июля этого года и досрочно прекратят свое существование с 1 января 2022 года. Одновременно будет прекращено действие выданных ими пользовательских сертификатов. Прошу это иметь в виду. Напомню, что мы принимали 476-й федеральный закон, потому что сейчас в обороте находятся примерно 15 миллионов сертификатов квалифицированных, из которых порядка 90% используются организациями. При том, что количество экономических активов на население в стране это более 70 миллионов человек. Однако этот уровень обеспечения сертификатами не рос в течение нескольких последних лет, что говорит о том, что эффект от прежней конструкции достиг своего развития. С января 2021 года появилась правовая возможность использования квалифицированной электронной подписи в режиме облачной. Вместе с тем, обращений для аккредитации по этому направлению в министерство не поступало. Мы полагаем, что это вызвано отсутствием требований к соответствующим средствам подписи и средствам удостоверяющих центров, а потому и отсутствием этих средств, которые имеют подтверждение соответствия этим требованиям, и невозможность у соответственно потенциальных кандидатов выполнить требования по аккредитации. С той же даты появилась и правовая возможность деятельности доверенных третьих сторон. К средствам ДТС требования были утверждены в декабре 2020 года, но опять же ни одного обращения по вопросу аккредитации в министерство не поступило. Мы выясняем причины такой ситуации и готовы содействовать снятию препятствий по возможности, если будет подтверждена их избыточность. Были бы признательны участникам конференции за соответствующую информацию. Мы полагаем в настоящее время, что проблема в недостатке на рынке сертифицированных средств ДТС. Кроме того, мы с нетерпением ждем момента, когда полноценно заработают машиночитаемые доверенности, классификатор полномочий, ряд государственных удостоверяющих центров получит исключительное право обеспечивать квалифицированными сертификатами определенные категории лиц. При этом, возможно, с учетом недавно вступившего в силу законодательства обязательных требований и в соответствии с позицией Минюста, нам придется сдвинуть вступление в силу норм про машиночитаемые доверенности с 1 января на 1 марта 2022 года, поскольку коллеги настаивают на введении наших приказов в силу именно с такой даты, как это требуется законодательством обязательных требований. А мы не можем оставить закон без детализации под законными актами. Одновременно мы ведем работы по критировке 189-й статьи Гражданского кодекса, которая регулирует вопрос отмены доверенностей. Прорабатывается уточнение подходов по депутатскому законопроекту, корректирующему эту норму, чтобы сделать процедуру отмены доверенности полностью бесплатной в определенной правительством информационной системе, а не за 100 рублей за каждый случай с применением информационной системы нотариата, как это предусмотрено законопроектом. Данная работа в настоящее время пока ведется. Необходимые для полноценной реализации положений 476-го закона подзаконные акты в части компетенции Минцифры, которые подлежали принятию в 2021 году, уже прошли все необходимые процедуры и находятся на финальной стадии своего пути. То есть приказы на государственные регистрации, проекты постановления внесены в правительство. Все эти документы были поддержаны бизнес-сообществом, а те подзаконные акты, которые подлежали принятию в прошлом году, были приняты в ноябре-декабре 2020 года. Для этого было 9 подзаконных актов. Считаю необходимо отметить, что с 1 сентября 2020 года нами было получено 134 пакета документов на аккредитацию удостоверяющих центров, а именно 45 в прошлом году и 89 в текущем, из которых по 10 еще продолжается работа. Из принятых положительных решений по аккредитации удостоверяющих центров по 10 организаций министерство приняло в рамках своей компетенции положительные решения в 2020 году, и по 14 решения было принято под специальной правительственной комиссией. Обращаясь к причинам отказа в аккредитации, можно сделать вывод, что основным препятствием, как и в прошлом году, являются не увеличенные финансовые требования, а соответствие регламенту удостоверяющего центра требованиям к таким документам, которые предусмотрены приказом министерства, а также наличие сертифицированных средств удостоверяющих центров и кадровые документы на работника. Это причина отказа порядка 80, 70 и 60 случаев. Между тем эти требования уже давно не менялись. По частоте выявления нарушений финансового обеспечения и собственные средства или капитал встречаются реже, это порядка 50 или 40 случаев. По случаю распределения частотности нарушений не изменилось с прошлогоднего сентября. Помимо работы в части аккредитации удостоверяющих центров, нами за прошедший год проведена проверка порядка 143 удостоверяющих центров, в каждом из которых были выявлены недостатки в части присоединения информационных систем таких центров к инфраструктуру электронного правительства, а также в части выполнения обязанностей по предоставлению в ЕСЕ сведений о выданных сертификатах, что лишает наших граждан возможности получать информацию от тех сертификатов, которые были выпущены на их имя с помощью личного кабинета портала госуслуг. Аккредитация таких удостоверяющих центров была приостановлена. В связи с устранением нарушений у трех удостоверяющих центров она была возобновлена, у четырех подвращена досрочно. С остальными 136 работа продолжается. Таким образом, на текущий день действующую аккредитацию имеют 322 удостоверяющих центра, из них целых 298, аккредитацию которой не позволяет работать с 1 января 2022 года. В этой связи обращаем внимание клиентов таких организаций на необходимость решения вопроса с обеспечением себя квалифицированными сертификатами, чтобы избежать с начала следующего года проблем. Если кратко затронуть схему работы машиночитаемых доверенностей, то планируется функционирование в рамках информационной системы головного удостоверяющего центра классификатора полномочий, который будет пополняться миницифрой в автоматизированном режиме посредством рассмотрения обращений заинтересованных лиц или их групп. Причем обязательным является использование полномочий из этого классификатора, если оно там имеется. А в случае, если оно отсутствует в этом классификаторе, то использование человека, читаемого в описании полномочия, и мы впоследствии его оцифруем. Напомню, что по закону доверенность передается в пакете с документом, который подписывается по доверенности, если дополнительные способы не определены правительством. В наших документах, которые, как я сказал, находятся на финальном этапе своего пути, предусмотрено функционирование таких точек доступа к доверенностям, как информационная система, в которой создана доверенность, а также информационная система головного удостоверяющего центра, аккредитованные удостоверяющие центры, аккредитованные доверенность третьей стороны и курируемые ФНС, операторы электронного документа оборота. Также мы планируем до конца года успеть поправить 476-й федеральный закон для того, чтобы возможность использования без личной, то есть без указания на должностное лицо, куличерной подписи применялась не только юридическими лицами, но и индивидуальными предпринимателями. А также для использования в электронном документе обороте доверенности, которые были получены в результате передоверия. Сейчас такая возможность, согласно нашему закону, отсутствует, хотя предусмотрен гражданским законодательством. Законопроект, содержащий такие предложения, проходит сейчас международные согласования, мы планируем, как я сказал, принять в этом году. В результате указанных действий полагаем, что с первого квартала 2022 года начнет полноценное функционирование, предусмотренный 476-м федеральным законом, механизм ошеночитаемых доверенностей, с оперативным механизмом отзыва, как в специализированных удостоверяющих центрах, так и в новых удостоверяющих центрах коммерческих. Спасибо за внимание.